Говоря о трагедии в Ростове-на-Дону, специалисты единодушны. Таких погодных условиях, которые были в районе аэропорта, гражданским самолетам совершать посадку нельзя. Сильнейший быковой ветер, дождь, низкая облачность, ограниченная видимость. Мнение экспертов и предварительные версии катастрофы. В материале Александра Черепниной. Половина второго ночи. Самолет, летящий из Дубаи, уже над Ростовом. Он пытается зайти на посадку, несмотря на сложные погодные условия. Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Но в последний момент экипаж принимает решение уйти на второй круг. Он первый раз зашел, не получилось у него по каким-то причинам, по метеоусловиям. То ли сдвиг ветра, то ли что-то еще. Он принял решение уйти на второй круг. Это грамотное решение, все в порядке. А дальше надо было не ждать, а идти фактически на запасный аэродром. В Краснодар или же в Минводы. Именно так поступил экипаж другого самолета, следующего из Москвы. Борт, который должен был сесть в Ростове-на-Дону, примерно в это же время в итоге приземлился в Краснодаре. А лайнер из Дубая продолжал летать над аэродромом, совершив по данным сайта Flightradar 10 дополнительных кругов. Несмотря на то, что запросив посадку, получил предложение уйти на запасной аэродром. По правилам Международной организации гражданской авиации, окончательное решение лететь в другой аэропорт или садиться по фактической погоде принимает именно командир воздушного судна, который в данной ситуации, по всей видимости, переоценил свои возможности. В первую очередь приходит, как говорится, мысль о том, что это был сдвиг ветра. Так называемый виндшер в международной классификации. Очень опасное явление, когда ветер имеет сильные и порывистые значения. Происходит резкое падение подъемной силы крыла самолета. И самолет практически теряет траекторию полета и переходит крутое снижение и столкновение с землей. В момент, когда Боинг все же решил снова пойти на посадку, ветер был сильный и порывистый. Его скорости и направления резко менялись по мере приближения к земле. Плюс сильный дождь, низкая облачность, плохая видимость. Был сильный боковой ветер, западный, северо-западный, до 20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. А если на высоте, то и сильнее, я имею в виду, если брать высоты 1000 метров, то есть при заходе на посадку, при глиссаде, там плюс была слабая турбулетность доумеренной на маршруте в районе подлетная. Ошибка пилотирования среди основных версий трагедии. Однако на данный момент следствие рассматривает и другие. Отрабатываются различные версии произошедшего, среди которых ошибка в действиях экипажа самолета, техническая неисправность борта, сложные метеоусловия и другие факторы. Расследование уголовного дела продолжается. Как стало известно, сообщения о каких-то проблемах с лайнером от экипажа не поступало. Но видео, якобы снятое очевидцами, в момент катастрофы, его подлинность не подтверждена, дает основание предположить, в самолете могла быть какая-то техническая неисправность. Иначе как объяснить эту вспышку в момент, когда лайнер еще несколько мгновений находится в небе? Столкнувшись с землей, лайнер загорелся и разлетелся на части. Обломки разбросало на полтора километра. Разбившийся самолет принадлежал авиакомпании «Флай Дубай». Катастрофа, произошедшая сегодня с Боингом 737, стала для перевозчика первой. Ранее был лишь один инцидент. 26 января 2015 года такой же самолет был обстрелян с земли при заходе на посадку в аэропорту Багдада. «Флай Дубай» — это бюджетная авиакомпания, дочка известного перевозчика «Эмирейтс». Она была основана в 2008 году, выполняет полеты из Дубая по сотне направлений, в том числе и в Россию. Воздушный флот авиакомпании состоит из 50 самолетов «Боинг 737-800». Лайнер, разбившийся сегодня, был в эксплуатации чуть больше пяти лет. Для авиасудна это немного. Никаких проблем с ним раньше не было. Компания «Флай Дубай» тоже приступила к расследованию крушения своего лайнера. Александра Черепнина, ТОК, Первый канал.